Крупноплодным томатам на наших грядках особое место. Новые сорта привлекают бачников с сахаристой, нежной и сочной мякотью. Какие вкусны в свежем виде, а какие идеальны для приготовления соков и соусов. Рассмотрим новинки супертяжеловесов. Остановимся на авторских сортах и гибридах, предназначенных для открытого грунта. Акулина уже стала хитом продаж. Это среднеспелый низкорослый сорт высотой 80 сантиметров. Плоды красные, крутобокие, с высоким содержанием сухих веществ и сахара, массой до 200 граммов. Сорт отличается высокой урожайностью, хорошими товарными и вкусовыми качествами. Акулина устойчива к грибковым болезням. Урожайность одного растения от 3,5 до 4,5 килограммов в открытом грунте. Курносик. Среднеспелый и низкорослый. Куст всего полметра в высоту. В соцветии формируется 4 плода массой по 200 граммов. Сорт с ярко-красной сердцевидной формой, аппетитным ароматом и сочной сахарной мякотью. Урожайность рекордная. До 8-9 килограммов на квадратный метр. Подходит для употребления в свежем виде в салатах и для консервирования кусочками. Красный петух – это новый авторский ультра-ранний сорт. Гладкие плоды массой 200-250 граммов наливаются на кусте через 80-90 дней. Мякоть сладкая с приятной кислинкой. Неприхотливый, устойчивый к болезням сорт. Через несколько дней после высадки в открытый грунт растения подвязывают. Большая мамочка – очень ранний низкорослый сорт. Сердцевидные плоды массой 220-340 граммов созревают уже через 85-95 дней. Мякоть с насыщенным сладким вкусом, высоким содержанием ликопина. Хорош для употребления в свежем виде, приготовления соков, соусов и пасты. Рассаду большой мамочки принято подвязывать в открытом грунте. Красный петух и большая мамочка – это ультраскороспелые томаты. И они низкорослые, очень удобные для посадки. Не все любят высокорослые томаты. А этот очень крупный и очень ранний. И самое главное, что он низкий. А вот русские частушки – он более насыщенный, многокамерный, крупный, красивый томат. Тоже низкорослый и из ранних. Я больше люблю, конечно, высокорослые, но новинки и низкие я тоже высеваю. Каждый год немного, но высеваю. У меня вообще в ассортименте до 35 сортов в один год высаживаю. Хотя бы по два кустика, но я их высаживаю. Русские частушки – среднеспелый, низкорослый сорт. Растение высотой 1 метр. Плоды многокамерные, красные. Массой 350-480 граммов, несколько штук в кисти. Мякоть сочная, ароматная, с насыщенным вкусом. Сорт урожайный, устойчив к основным заболеваниям томатов. Пригоден для приготовления летних салатов, консервирования кусочками в собственном соку. Через несколько дней после высадки рассаду подвязывают. Толстушка – среднеранняя и низкорослая новинка, высотой не более 80 сантиметров. Сорт получил название «за увесистые плоды». Мякоть нежная, сочная, сладкая, с высоким содержанием полезных веществ. Толстушка подходит для приготовления салатов и консервирования кусочками. Сорт устойчив к фузариозу и вертициллиозу. Урожайность до 6 килограммов с куста.